Привет, друзья, я Григорий Герман. Украина курской операцией и ударами дальними дронами по глубокому тылу Российской Федерации перехватила у России инициативу, по крайней мере, как минимум на геополитическом фронте борьбы. А западные элиты уже устали слушать ядерные угрозы и устами бывшего советника Трампа Болтона заявила, что российский ядерный удар или использование России ядерного оружия приведет к бессмертному приговору для лично Путина. Продолжает ли оставаться Китай гарантом того, что ни тактическое, ни стратегическое ядерное оружие не покинет своих хранилищ на территории Российской Федерации? А все это мы обсудили с Тарасом Загородным. Оставайтесь, будет интересно. Мы с тобой много раз уже обсуждали о том, что Украине необходимо занимать проактивную позицию и Украина ее потихонечку занимает, в том числе благодаря успеху своего военно-промышленного комплекса. А все это происходит на фоне постоянного муссирования темы о том, что мы вот сейчас уже Белый дом точно готов окончательно снять ограничения на использование в данном случае британских Шторм Шедоу и так далее и тому подобное. У тебя не складывается впечатление, что пока Мистравка подрастет, мы уже можем в какой-то определенный момент сможем сказать, спасибо, у нас уже свое есть в достаточном количестве? Ну так на это и рассчитано. Ну смотри, это знаешь, зачем это делается? Я тебе объясню логику процесса. Ты знаешь, я недавно читал книгу Киссинджера «Кризис» называется, он посвящен войне как раз вот 1973 года. Там интересные стенограммы, переговоры, там вот как раз описывается в деталях, если фильм Голда смотрел, там как раз вот как они окружили эту египетскую армию и не давали возможности им выйти. А американцы говорили, нет, давайте выйти, нам не выгодно, потому что вы сейчас их раздолбаете, сместят с этого садата, это нам не выгодно. Вплоть до того, что там обсуждался вопрос выкидывать продовольствие египетской армии. Со стороны американцев, да? И там вот эти споры, споры, говорят, пусть выходят без техники. Нет, они с техникой должны выходить. Ну вот эта вся тягомотина. И там в один момент уже вышла на переговоры Голдемейер, да? И вот она вот так вот сразу хитровато завернула, говорит, ну, публично теперь заявите, что вы нагибаете, ну, условно говоря, чтобы весь мир видел, что две сверхдержавы нагибают маленькое государство, да? Ну, чтобы был скрипт зубов Киссинджера, который понимал, что публично они этого сказать не могут. Ну, это приблизительно так, это такое наперед требование, давайте, давайте больше оружия, что покажите, что вы, ваша репутация страдает, а покажите, что вы вот так вот себя ведете, покажите всему миру, что вы такие вот, что вы кому-то что-то гарантируете, а ничего не даете. Мы видим, что можно дожимать и много чего другого. Поэтому это, я считаю, это два параллельных трека, которые никак не пересекаются, то есть будет оружие, хорошо. И второе, я думаю, что тут уже Украина, как, уже ставит Запад перед фактом. Либо будет по-хорошему, то есть по-быстрому все это, порешаем вопросы, наши маленькие вопросы. Это Украина в границах 1991 года, НАТО, списание долгов, либо то же самое будет, но по-плохому. То есть мы тогда устраиваем в России хаос, да, вот уже этой зимой очень вероятна эта вещь. Хаос, удары по энергетике, хорошую гражданскую войну нам выгодно. И все равно добьемся того, что нужно, только это уже будет по-плохому и дорого для вас, да. Вот где-то приблизительно в таком формате идет, и это очень правильные подходы. Потому что, тем более, что удары по... Ну вот ситуация в Курской области показала, насколько слабая трухлява в действительности Россия. Насколько слабый и Путин, да. И это дает дополнительные аргументы, в том числе на Западе, говорить о том, что, ребята, ну, есть возможности. В первую очередь это, конечно, речь идет о британцах, которые спят и видят распад России, потому что это возврат их в большую политику. Ну и так далее, и так далее. Ну, плюс французы, да, только немцы всего этого дела боятся, просто автоматом. Потому что немцы боятся всего, что... Ну, не боятся, я думаю, что там тоже позиция с Вашингтоном связана. Ну и плюс это усиление Британии. Немцы до сих пор мечтают о том, что все вернется как нужно, о том, что вернутся сладкие пенсии в Газпроме. Папочки, я уверен, в Москве есть на всех, на Шольца в том числе, и так далее. Ну и плюс, я думаю, ну тут как бы нужно донести до уважаемых партнеров в Берлине, что по-старому не будет. Не будет, дорогие мои, ресурсы так просто с России вы выкачивать не будете. При одном условии, при включении Украины в ЕС и НАТО, да. Да, причем в ЕС очень шустро, да, желательно в течение 3-4 лет, а не на 10 и на бесконечно с соответствующими ресурсами для Украины. А до этого времени, кто сказал, что какие-то хулиганы не будут бить по вашим активам на территории России, с дронов и все остальное. Но Украина уверена, что при вступлении Украины в ЕС и НАТО с этими хулиганами можно будет справиться. Потому что у Украины будут ресурсы, мониторинг, свобода слова, ну и все остальное. То есть тут как бы без каких-либо этих сантиментов нужно с ними разговаривать. Ребята, ни о каком возврате на тем более костях украинцев речи быть не может. Чтобы эти тоже понимали, что не надо тут выкабиниваться, а действовать как ресурсы с России можно уже выкачивать, в первую очередь при согласовании Киева уже в том числе. То есть тогда поставить вот так себя на районе, я тебе уверяю, очень много процессов пойдет в правильном направлении. Ты понимаешь, я с тобой согласен, что ставить себя нужно именно так на районе, есть огромное, есть достаточное количество примеров. Но нам предстоит побороть самый большой страх, который был у западных сообществ и у западных элит, начиная с 1945 года. Это страх перед мощной, сильной Россией, которая сумасшедшая и которая, если что, долбанет своим ядерным оружием. Это страх, который есть в них с 1950 года, он у них взросшен, его не победило вот эти вот там типа годы перестройки, когда, ой, смотрите, с Россией, Россию можно не бояться, с Россией можно разговаривать. И смотри, они же сейчас делают практически то же самое. Ты видел это заявление депутата Госдумы Единой России, Колесник, помню, да, который предложил, а давайте мы долбанем ядерной бомбой по территории России для того, чтобы испугать западных политиков. Ну, типа, мы за, мы обеими руками на своей территории, хоть всю ее забомбите, да, но для запада это подтверждение того, что они crazy russians. Ну, смотри, давай так, эти все русские народные сказки по поводу сумасшедших русских, это придумывали на Лубянке, активно качал еще Брущев, многие это пересказывали как по доброте душевной, то есть бесплатно, ну, то есть полезные идиоты, а кто-то за деньги. Все это постоянно было. Но, но, но уже произошло. Эти же угрозы постоянно были. Это же первые угрозы были со стороны Медведева, не дай бог, первая ракета упадет на Крым. На Крым еще, да. Вот, упало, я помню эту дату, 9 сентября, ничего не произошло. А потом вот эти вот первые СБУшные дроны Сибэйби влетели в бухту Севастополя, тоже ничего не произошло. А Путин-то, история с Курском показала, что все отчаянный блеф. Рассказы Путина, когда он начал требовать накануне саммита мира, то, что Украина должна вывести свои войска из Запорожья и Херсона. А все поняли, это отчаянный блеф, ничего нету за этим. Да, и дальше были конкретные удары по НПЗ, снова, когда нам начали рассказывать, что не надо, более того, были удары по станциям предупреждения ракетного удара, три штуки. Это даже по доктрине, официальной доктрине России, это уже способ применения ядерного вооружения. Но это все рассказы, как бы, ну смотри дальше, на территории России. Но он не просто на территории, он сказал где-то на востоке, то есть подальше, подальше от Европы и так далее. Но тут вопрос, что обсуждался, вопрос, что они могут провести ядерные испытания, например, на Шпицбергене. А это уже рядом с Норвегией, да? Но видишь, они даже там уже не обещают, вот, как бы, это где-то там. Ну смотри, ну это ж надо предупреждать всех, это так просто не взорвешь. Это ж учение, это все ядерные страны предупреждаются, что не дай бог это, все это, все это история, это снова, как бы, трындешь. Да, находятся на Западе еще такие ребята, которые говорят, ну, Украина доказывает, что этого ничего уже не существует. Вот, как ты думаешь, фраза Байдена о том, что я, в принципе, мало думаю о Путине, она может являться свидетельством того, что, ну, уже, в принципе, не работает? Вся вот эта вот эскалация, деэскалация... Не-не-не, работает, работает, конечно, но они не эскалация, они боятся, в первую очередь, боятся распада России, дезинтеграции там, это они боятся. Это правда, потому что это наиболее рабочий вариант, вот, им интересно и выгодно общение с Россией, им удобно, Россия единая, неделимая, и поэтому они хотят вот жить в комфортном мире, как, в принципе, немецкие политики, живя на деньги Газпрома. Ну, надо тоже, опять же, донестить, что ничего такого уже нет, не существует, и все равно Украина будет добиваться хаоса в России и хорошей гражданской войны. Мы можем вытащить оттуда еще что-то. Можем еще, я считаю, надо наполнять это все политическим смыслом. Что-то внести. Да, ну, следующее сказать. Уважаемые западные партнеры, мы знаем, как демократизировать Россию, мы показываем, что Россия будущего, это просто со вкусом и скромно сказать, это матрица Украины. Украинские законы, украинские правила и так далее, и мы показываем реализацию на территории России. Ну, для россиян нужно попроще, конечно, это все говорить. То есть, очень все просто. Уважаемые жители Курской области, срочники и все остальное, это единственное место, где Россия, очень важный момент, где, извините, вас не насилуют и не гоняют кадыровцы. А чиновники, которые вас не плюют, они крадут 90%. Мы, конечно, у нас не идеальная страна, но по сравнению с чиновником, российским чиновником, украинский чиновник, который ворует 50%, да, или 240, это просто революция, да, и просто не плюет там, да. Вот мы показываем, какая вот Россия будущего. Дальше припахиваем этих новых русских, не новых русских, а этих хороших русских, говорим, вот вперед. Украина, диспетчеры, говорим, ребята, демократизация России, возможно, на украинских штыках, либо на штыках армии, которая подчинена Украине. Это российская вооруженная оппозиция, да. Да, вот матрица вот такая, вот, да, давайте деньги, создаем альтернативу на территории России, чего всегда Россия боялась, это создание альтернативы для русских, да, как может быть. Хорошие слухи пойдут, что не бьют, никто никого не трогает, слова, я думаю, уверены, родственники спрашивают и так далее. Даже если Украине придется оттуда уйти в ближайшее время, ну, создадутся мифы, как жилось при украинской оккупации, да. Была немецкая оккупация, теперь украинская оккупация, все хорошо, приходили, оно будет разрастаться, есть какие-то, это, объявить, что Украина это освободитель подневольных народов, очень хорошая вещь. Ну, и играть на многих, на многих действительности фронта, ну, и Западу сказать, ребята, вы хотели, вы же за демократию, не забывайте, а то вы иногда забываете об этом часто, когда удобно, да. За демократию, за демократию, вот, диспетчером демократизации евразийского пространства является Украина, просто со вкусом понятно. А тебе не кажется, что война вышла вот после Курска, в особенности сейчас, когда там, типа, были нанесены достаточно длительные удары, удары по Москве, что война выходит на какую-то новую ступень, и на этой ступени инициатива, ну, если не уже перешла, то, по крайней мере, начинает переходить в руки Украины? Ну, так она уже перешла в руки Украины, она уже перешла, просто об этом, когда появилась на территории Курской области, все это уже в руках Украины, сейчас это уже очевидно, да. Плюс, опять же, идем осень-зиму, удары по энергетике, а это будет принуждение к миру, о чем говорит Зеленский, кстати, тоже, и так далее. Это уже совершенно другие показатели, то есть мы уже бьем по территории России, нам интересен хаос в Москве, нам интересно, мы должны донести россиянам, что враг находится в Кремле, а это еще неизвестно, кого больше ненавидят россияне, украинцев, либо собственных этих олигархов. Я думаю, что у меня такое подозрение, что Москву олигархов они больше ненавидят, и это хороший задел для того, чтобы организовать там хорошую историю, связанную с хорошим бунтом, который нам выгоден. Украинцы, да, я с тобой согласен, что они ненавидят олигархов и Кремль, и Москву больше, чем Украину, но украинцы никогда не будут для россиян ровней, они никогда не будут для россиян достаточно партнеров. Они нам считают, как хотят. Нас интересует бунт в Москве, нам нужно раздолбать этими тепло и электричество в Москве, желательно при морозе минус 20, да, и спровоцировать, чтобы все, кто ненавидит россиян, побежали ее грабить. Ты слишком далеко уходишь, нам не надо это. Но когда сила, когда ты показываешь, что есть другая альтернатива, это тоже вариант, но на той же Курской области не требовать изучения украинского языка, но дать понять, что это желательно, как и внимательное изучение биографии Бандеры. Я не к тому, как они будут к нам относиться, я к тому, что вот условно говоря, тот проект переговорный, к которому в конце концов прийдем, ну хоть как, да, по-любому, он вряд ли возможен с их стороны, ну то есть даже выход на этот переговорный трек не так, может вызвать в России определенное возмущение, потому что для них, ну как это так, Россия великая, переговаривается с маленькой Украиной о чем, да, как говорится. Это тоже может уже вызвать у них, по идее, какое-то бурление. Так, поэтому и, так и россияне не собираются вести переговоры с Украиной, кто сказал? Пока, по крайней мере, да. Они не собирались никогда, они собирались вести переговоры исключительно с США по вопросу Украины, вот и все. Хорошо. Поэтому, ну то смотри, это да, в нынешних условиях это да, но когда у тебя грабят Москву, грабят Рублевку, знаешь, как-то так у тебя вообще совершенно другие мысли начинают идти. Переговорный трек формируется быстрее, да. Да, да, когда мерзнут там города, например, когда армия это все видит российская, начинают думать, бежать защищать семьи или грабить Москву, например, лучше, чем гибнуть на Донбассе. И много чего другого. Вот что мы должны понимать. Мы говорим о другом, о навязывании совершенно другой переговорной позиции. А ключевая ставка в 19% годовых, которую Центробан поднял, это тоже ослабление российских переговорных позиций? Нет. Смотри, в действительности, в отличие от нашего, экономический блок российский, очень сильный, очень все правильно много сделали. Они как раз поставили маленькую ставку процентов учетную, запустили экономику, перестраивают ее экономику. Она не настолько сейчас зависит от, например, от нефти и газа. И на этом этапе, на этом этапе, так называемого экономистов, это называется перегрев экономики, когда очень много начинает расти инфляция, это логично. Ее нужно сдерживать, вот они начинают водить там вот эти вот вещи. То есть это не от плохой жизни, да, о том, что так все плохо, а о том, что надо сдерживать сейчас инфляцию, потому что растут выплаты, растут выплаты людям, и там надо сдерживать инфляцию. А так они очень много сделали для построения нормальной экономики, которая будет в лучшем еще, не факт, что будет в худшем состоянии после окончания войны. Единственная, конечно, проблема будет, если вот рухнет цена на них, рухнет до 40%, до 40 долларов. Это проблема, это правда. Но пока у них 60 долларов, абсолютно все, как бы, не так все у них печально. Ну и, конечно же, этому должны поспособствовать украинская армия, украинские дроны должны ударить. Окей, как ты думаешь, в течение следующего года могут ли у них возникнуть, условно говоря, из-за санкций, из-за недостатка юаня, который там сейчас у них наблюдается, из-за того же перегрева экономики, потому что даже сама Набиулина говорила, что перегрев экономики – это очень серьезная проблема, которая ждет Россию, и стокфляция ждет Россию, она даже так сказала, да, стокфляционные ожидания. Как ты думаешь, в течение следующего года можем ли мы ждать каких-то таких ярких событий? Смотри, это неправильная постановка вопроса. Неправильная постановка вопроса – будут ли у Путина деньги на ведение войны против Украины? Окей. Ответ будет – будут, они найдут. У них есть еще ресурс национализации всех активов, они еще так печатный станок там особо не запускали, да, очень много чего еще есть для ведения войны, вот так мы должны рассматривать. Они готовы там к снижению некоторых стандартов. Ну, потребление, ну, хорошо, будет ездить не на японских машинах, а на китайских машинах. Хорошо, ХАМОН будет, например, не испанский, а какой-то местного производства, что даже лучше, да, и много чего другого. Поэтому не надо вот в такой ретроспективе рассматривать. Да, у них есть уже проблемы с переработкой нефти, это правда. Удары по НПЗ привели к падению качества нефти, одни сократили, они запретили экспорт нефтепродуктов, это правда, за границу, но оно есть пока, да. Поэтому Украина должна бить по компрессорах нефтепроводов, газопроводов, электроподстанции и так далее, чтобы в зиму это выбить их вообще из войны. Я считаю, что шансы уже есть, то есть это зимой, осенью выбить их из войны. Это только Москва, Питер, вот такие города, чтобы они начали мерзнуть, создавать там подпосылки для бунтов и грабежей. Как ты оцениваешь нынешнее влияние Китая на состояние российской экономики, учитывая, что Китай там типа не выдает им юани в ликвидном количестве, ну и вообще в принципе. Многие говорят о том, что отношения России и Китая в экономической сфере несколько охладели. Хотя, с другой стороны, какая-то часть растет товарооборота, но там то ли деньги количество там падает, то ли сложности возникают все время какие-то. Ну, я не думаю, что так все печально. Китай выкручивает им руки. Выкручивает руки в каком направлении? Он хочет, чтобы нефть и газ поставлялись по внутрироссийским ценам. Это есть. Ну, я думаю, докрутят этот вопрос. Это будет все-таки как-то сделано. Но получится это или нет, это пока тоже вопрос. Но, опять же, цена на нефть. Они пока работают в порты Балтики и Новороссийска, пока есть возможность экспортировать нефть в Индию и другие страны. Где-то они будут переходить на бартерные схемы, но если нет денег, можно на бартер перейти. Это в действительности не такая большая проблема. Поэтому, я думаю, что они будут искать возможности для того, чтобы это все обходить. То есть, ты должен понимать, что Россия это все-таки не Советский Союз. Там есть рыночная экономика, есть очень много обходных схем, очень много хозяйствующих субъектов, которые готовы организовать очень много вещей. Да, чуть-чуть дороже будет, например, завозить, например, там оборудование какое-то. Ну, не критично для них, потому что у них другая задача стоит. Китай точно так же является одним из гарантом того, во всяком случае, так говорят очень многие, гарантом того, что Россия не нанесет ядерный удар и не будет использовать ядерное оружие в этой или какой-либо другой войне. Действительно ли Китай, по твоему мнению, несет такую функцию? И может ли измениться эта ситуация? Ну, смотри, то, что Китай не хочет, это понятно, да, это никто не сомневается. Там по причине того, что он не хочет, чтобы создавался прецедент, потому что у США есть ядерное оружие, у Индии, у Японии, у Кореи может появиться резкое ядерное оружие и так далее. Поэтому Китаю это очень неинтересно. Но удержит ли, это тоже большой вопрос, потому что, я думаю, что сильно все переоценивают влияние Китая на Россию. Единственное, что я уверен, что россияне давно применили тактическое ядерное оружие, если бы уверены, что это решит проблемы и будет безболезненно для них. Почему? Потому что, ну что такое тактическое ядерное оружие? Тактическое ядерное оружие – это первое поколение ядерного оружия, которое создавалось в 50-60-х годах из расчета опыта Второй мировой войны. Когда существовали огромные армии, туда ты запустил ракету, и все, половину армии перебил, и туда запускаешь танки, условно говоря. Вообще же такого нет. Никто не собирает даже там 100 тысяч вместе, чтобы можно было одной ракетой все решить. И поэтому, соответственно, я считаю, что они это все прекрасно понимают, где-то их предупредили, и они не понимают, ну хорошо, закинешь-то ракету, получишь очень негативную реакцию, совершенный изгой, никакого пути назад с теми же своими партнерами. Ну и плюс, когда это обсуждался вопрос, то тогда западные страны популярно объяснили, какой может быть ответ. Ответ может быть конвенциональным. То есть, когда забрасывается оружие, забрасывается конвенциональным оружием, например, ракеты, уничтожаются все цели на территории Украины, российские. То есть, это, в принципе, уже обсуждалось. Там Бен Ходжис как раз где-то год назад об этом говорил. Он тогда говорил, что за два часа будет уничтожен Черноморский флот, потом все остальное. Но с Черноморским флотом Украина сама уже справилась. А все остальное, да, это вот этот момент может быть. По-моему, Болтон, бывший советник Трампа, заявил о том, что в случае, если Путин нанесет тебе один оружие, он подпишет себе личный смертный приговор. Как ты думаешь, это его фантазия, или это, в принципе, то, что витает в кабинетах Запада? Не, ну, знаете, то есть, украинцев, значит, можно там сотню тысяч убить. Это не смертный приговор. Ну, тоже такая, знаете, позиция достаточно циничная наших партнеров. Вот, как бы, тоже, как бы, вызывает очень большие сомнения, да, по поводу того, что как вы себя ведете. То есть, поэтому в данном случае, конечно же, надо требовать, чтобы это все было раньше, чтобы этого не происходило, и Украине была предоставлена возможность бить по территории России. Многие говорят о том, что Путин единственное, что боится, это личные угрозы для себя. Как ты думаешь, угрозы просто не могут звучать? Может быть, конечно, конечно, личная угроза, это когда адрон какой-то неизвестный по тебе прилетает. Это тоже работает. И как ты думаешь, Запад на это когда-нибудь пойдет или нет? Я считаю, что не очень. Я считаю, что все-таки пока действующая администрация себя и дальше будет так вести, вот, и, скорее всего, Камала Харрис тоже будет продвигать, если не хуже, еще будет, чем Байден. Спасибо тебе огромное. И помним, да, о том, что после нашего с тобой предыдущего разговора наш девиз «Грозовец и кунгур должны быть разрушены». Да, это правда. Да, спасибо тебе. Береги себя и до встречи. Да, спасибо, да, до свидания.